Уже со входа гильду Александровну встречали старые знакомые, а некоторые очень хорошо знают ее вкусовые предпочтения и дарят розы в тон одежды. Каждая встреча с ветераном педагогического труда для директоров школ долгожданная. Спустя годы руководители образовательных учреждений с теплотой вспоминают совместную работу с гильдой БОД и подчеркивают, что она была очень справедливым начальником. Я счастлива, что все-таки сейчас по указам президента на зарплату учителя обращают внимание, хотя я считаю, что недостаточно обращается внимание именно на молодых. На молодых. Только зарплаты в 25 или 30 тысяч рублей не завалишь. И поэтому, конечно, стареет коллектив, никуда от этого не денешься. А для того, чтобы молодежь, для меня, как все-таки опытного руководителя, это квартира. Директор Маловеземской школы Екатерина Меркулова, 24 года, знакома с гильдой Александровной. Она отмечает не только ее высокий профессионализм, но и индивидуальный подход к каждому, кто обращался к ней за помощью. С огромной благодарностью. Я ее вижу очень редко, но я так благодарна, что, в принципе, с 92 года по сегодняшний день, вот я живу ее советами. Но встреча со старыми знакомыми – это еще не все. Гильду БОД ждала увлекательная экскурсия по усадьбе в Еземах. Территория музея-заповедника поражает масштабами и архитектурными постройками. Каждый уголок пропитан историей. Здесь часто гостил великий поэт Александр Пушкин и даже заезжал император Павел I. Именно после его приезда усадьбу стали величать дворцом. Мы с вами вожили в круглый зал. Когда-то в конце 19 века стены были расписаны подрастительные орнамены, стали в очереди с номерами, с дверями, с дверями. Двери открывались, можно было пройти через весь дворец. За верность Петр I подарил князьям Голицыным огромную территорию в Еземах. Сам дворец, в котором проходила экскурсия, построили в далеком для нас 18 веке. Его создателем был Николай Голицын. Эта усадьба уникальна и тем, что в ней находятся ценные экспонаты, например, супница. Точно такая же хранится в Петербургском Эрмитаже. Вели моду какие-то необыкновенные широкие воротники, которые закрывали весь подбородок в якобинском революционном духе, как вот на картине художника Гамильтона. Директор музея Александра Рязанов рассказала о том, что Александр Пушкин в прообраз пиковой дамы взял именно Наталью Петровну Голицыну, которая очень любила играть в карты и даже в старости не оставляла этого занятия. Именно во дворце-усадьбе хранится первое издание легендарной пиковой дамы. Экскурсия завершилась традиционным чаепитием, которое стало неотъемлемой частью всех встреч Гильды Бот с ее коллегами. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.